Всем привет! Судебное дело Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Хёрд не только не утихает, но и приобретает все более причудливые и скандальные формы. Но что самое главное, кажется, наконец-то можно не смело говорить о том, что справедливость таки имеет шансы восторжествовать. А после недавно открывшихся скандальных снимков бывшей Джонни с миллиардером Илоном Маском, суд еще и не дал представителям Эмбер закрыть дело по срокам давности, и не исключено, что из жертвы Хёрд станет обвиняемой стороной, которая ответит за все содеянное ни много ни мало аж на 50 миллионов долларов. Кроме этого, по самым последним новостям Warner Bros. таки решили прислушаться к мнению общественности и то ли полностью выкинуть Эмбер из второго Аквамена, то ли как минимум свести роль ее героини практически на нет, что по сути равносильно исключению из франшизы. Короче, неужели справедливость в мире еще существует? Давайте разбираться! Итак, сейчас, думаю, не стоит начинать с нуля рассказывать всю историю взаимоотношений Джонни Деппо с его бывшей женой Эмбер Хёрд. У нас уже есть отдельное видео, посвященное данной теме, там много чего интересного, так что кто хочет, нажимайте прямо сейчас на подсказку или ищите ссылку под видео. Скажу лишь в двух словах, что эти двое познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник», через несколько лет объявили о своих отношениях, еще через какое-то время поженились, ну а, грубо говоря, через год некогда счастливые молодожены развелись, причем вытянув из кармана Джонни 7 миллионов долларов, которые, правда, Эмбер почти все отдала на благотворительность. Короче, купила себе доброе имя за чужой счет. Но это было только начало, ведь уже в 2018 вышла статья Эмбер в Вашингтон-Пост, где она, хоть и не называя имени Джонни, по сути обвинила его в домашнем насилии, но и началось. Общественность тут же стала на сторону жертвы, сделав из Деппа чуть ли не тирана и маньяка, актера вышвырнули из пиратов Карибского моря и чуть не выгнали из фантастических тварей, если бы не заступничество самой Джон Роулинг. Короче, весь 2019 год происходила массовая травля актера, аж до того момента, как начиная с начала 20-го ситуация стала меняться. За Джонни вступилась Ванесса Парадии и Пенелопа Круз, ну а в их деле с бывшей женой всплыло много такого, что дало понять. Депп, конечно, не ангел, но его экс-супруга уж тем более не бедная вещь, какой она хотела казаться. К слову, представители Деппа еще ранее подали иск за клевету со стороны Эмбер на 50 миллионов долларов. И вот тут-то давайте поговорим о самом интересном. Итак, оказывается, что искательница правда Эмбер Хёрд на самом деле очень не хотела еще одного разбирательства, в котором отвечать пришлось бы уже ей. Это я об иске со стороны Джонни за клевету. Поэтому представители актрисы всеми силами пытались замять намечающееся громкое дело, ссылаясь на то, что срок давности с момента публикации злосчастной статьи в декабре 2018 года уже истек. Но не тут-то было, ведь только на днях, а точнее в прошлую пятницу, 27 марта, главный судья округа Фэрфакс, штат Вирджиния Брюс Уайт отклонил ходатайство со стороны Эмбер Хёрд о прекращении слушания по делу о клевете. Судья направил адвокатам обеих сторон длинное письмо, в котором отметил, что дело будет продолжено. Таким образом, в августе этого года все же состоится суд уже против Эмбер Хёрд, который грозит ей ни много ни мало 50 миллионами долларов. Именно в такую сумму оценил ущерб, нанесенный своему имени и карьере ее бывший муж Джонни Депп. Заявив, госпожа Хёрд не жертва домашнего насилия, она сама преступник. Что же, это первая, но очень существенная подвижка в сторону именно Джонни. Ведь как минимум тот факт, что некогда строящая из себя невинную жертву Эмбер теперь сама пыталась всеми силами замять дальнейшее слушание, но ей это не удалось, говорит о многом. Хотя, кстати, самое интересное все еще впереди. Ну так вот, главный адвокат Эмбер Хёрд, Роберто Каплан, уже ответила, суды располагают мощными механизмами для определения истины, и мы по-прежнему уверены, что правда на стороне госпожи Хёрд. Мы готовы представить суду неоспоримые доказательства того, что мистер Депп оскорблял мою подопечную. Ну а в свою очередь сторона Джонни парировала, что решение суда говорит само за себя, и они с нетерпением ждут мифических доказательств виновности Деппа уже в августе этого года. Что ж, как видите, очередное изменение, и тут же вдогонку и следующие шокировавшие многих новости. Ведь на прошлой неделе в сети оказались изображения с камер наблюдения в лифте пентхауса Джонни Деппа, причем записи эти еще 2015 года, когда Эмбер Хёрд была замужем за Джонни. Так вот, на фото опубликованных изданием Daily Mail видно, как Эмбер в непонятном наряде, что-то вроде купальника и не то халата, не то накидки или полотенца в компании небезызвестного миллиардера Илона Маска. То есть, получается, что еще будучи замужем за Джонни Деппом, его благоверное наставляло муженьку рога прямо в его же собственном пентхаусе. Ну, как минимум, все это не очень вяжется с той ролью жертвы, которую она позже решила на себя примерить. Напомню, что сам Джонни утверждал, что его экс-жена начала встречаться с Маском примерно через месяц после их свадьбы. По словам актера, когда он уезжал на съемки, Илон Маск наносил его супруге странные поздние визиты. Сама же Эмбер утверждала все это время, что отношения с миллиардером у нее завязались уже после развода. И вот вдруг такой удар, ведь оказывается, что все это время она цинично лгала. Понятно, что присяжные, которые в августе будут решать исход дела о клевете на 50 миллионов зеленых, вероятно, впечатлятся такому цинизму. Еще и поэтому сторона Хёрд так рвалась за мяч все уже сейчас. Но и это еще не все. Нет, похоже, что меч, который бывшая супруга решила занести над головой самого Джонни, и справедливости ради этот меч чуть не срубил голову голливудской звезде, пусть и только в метафорическом смысле. Так вот, кажется, этот же меч теперь не на шутку грозит и самой Эмбер Хёрд. Ведь помимо исков и судов, общественное возмущение, кажется, также, наконец, возымело свой эффект. А напомню вам, что в сети ранее была запущена петиция, чтобы исключить Эмбер из состава актеров второго Аквамена, где актриса должна была играть одну из главных ролей. Данная петиция оказалась довольно популярной, набрав уже почти 400 тысяч голосов, и вот, кажется, студия Warner Bros. наконец-то решила прислушаться к глазу народа, ну или просто не захотела лишних проблем. Как бы там ни было, а по сообщениям, пришедшим к нам лишь вчера, оказывается, что руководство Warner не намерено испытывать судьбу. Так что, скорее всего, роль меры героини Эмбер во второй части сведут к минимуму, если и не уберут вовсе. Более вероятным, правда, как сообщается, выглядит сейчас первый вариант, но, по сути, это все равно победа общественности, ведь вместо ключевой роли Эмбер, скорее всего, окажется лишь эпизодичным игроком в продолжении подводной истории. Напомню, что сценарий второго Аквамена, который должен выйти аж в 2022 году, еще не завершен полностью, так что авторы фильма могут запросто переиначить его в связи с последними обстоятельствами. Ну а съемки сиквела стартуют и вовсе лишь в следующем году. Соответственно, боссы Ворнеров имеют все возможности, чтобы минимизировать риски, связанные с народным гневом против Эмбер Хёрд и максимально отстранить ее от Аквамена 2. Ну а петиция, которая, имея первоначальной целью 300 тысяч голосов, теперь уверенно стремится к полумиллиона, думаю, только подтолкнет их к такому решению. В конце концов, первый Аквамен был самым коммерчески успешным детищем Ворнеров и DC, так что студии вряд ли захотят рисковать. Тем более, что что-то мне подсказывает, тенденция, когда Эмбер Хёрд более не выглядит как жертва, а скорее наоборот, лишь продолжит набирать обороты. Я уже не говорю о слушании, запланированном на август этого года. Слушании по делу о клевете. Так что, как видите, все постепенно начинает становиться на свои места, а сама Хёрд, вероятно, уже не рада тому, что она начала, да вот только вспять уже ничего не повернешь. Что же касается Джонни, то на его защиту выступил и еще один знаменитый актер, супруг Пенелопе Круз Хавьер Бардем. В своем собственном заявлении вслед за звездной женой Хавьер отметил, цитирую, «У меня была возможность работать с ним, Джонни Деппом, дважды, и я испытал его уважительное отношение к каждому члену команды, вместе с его уникальным и веселым чувством юмора. Я поддерживаю Джонни, потому что я всегда видел и чувствовал в нем истинного заботливого и любящего человека, необыкновенного и уникального художника, который слушал любого, кто нуждался в его помощи. Я люблю Джонни, потому что он, хороший человек, пойман в ловушку лжи и манипуляций токсичными существами, и тем не менее он улыбается и любит нас всех, несмотря ни на что. Как? Через его музыку, через его действия, через его молчание. Это много значит. Спасибо, Джонни, миллионы таких, как я, любят тебя очень сильно. Что же смелые и сильные слова, и еще один винтик в скафандр, который, наконец, возможно, защитит Джонни Деппа и поможет актеру очистить свое доброе имя. Что же касается его бывшей, не стоит, конечно, делать из нее прям абсолютное исчадие ада, как ранее не стоило делать этого из Джонни, но Эмбер Хёрд, уж точно не будучи невинной жертвой, вероятнее всего, не смогла устоять перед соблазном уничтожить голливудскую звезду первой величины, став при этом чем-то вроде идола, в первую очередь для женщин. И ей почти что это удалось, но, видимо, в данной ситуации справедливость таки восторжествует, а сама Эмбер теперь пожнет свои же плоды. Что же, ставьте лайк под этим видосом, кто поддерживает Джонни, петиция касательно Эмбера и второго Аквамена будет под видео. Ну а мы продолжаем следить за развитием ситуации и оперативно вас информировать, так что подпишитесь на наш канал, так вы ничего не пропустите. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока!